Здравствуйте, дорогие друзья! Я представлю ваше внимание распаковку нового iPad. Первым делом мы с вами посмотрим на отличие упаковки второго iPad от первого. Давайте первым делом посмотрим на лицевую панель коробки. Здесь мы видим чёрный iPad, это второй iPad, и белый iPad, это новый iPad. Отличить их можно по одной простой вещи. Как видите, рисунок на третьем iPad, фоновый рисунок изначально, который будет у вас при включении, отличается от того, который установлен на втором iPad. Это очень легко определить, и в принципе, даже если посмотреть на эти iPad, внимательный человек может определить то, что всё-таки третий iPad даже на картинке чуть-чуть больше, чем второй. Ещё одно отличие, которое отличает второй iPad, но только который выходил в самом начале своих продаж, не тот, который недавно начал выходить, я имею в виду, уже установлен iOS 5 и установлен iCloud. Здесь есть значок iCloud на нижней панели коробки, а у второго iPad, который выпущен уже давно, его, естественно, нет, потому как iCloud тогда не было. Ещё одно отличие, которое отличает третий iPad от второго, это надпись о том, что в этом устройстве есть модуль 3G, а в случае с новым iPad модуль 4G. К сожалению, у меня в данный момент нет модели с 4G или 3G, но когда вы покупаете модель с 3G или 4G, если это новый iPad, здесь будет стоять надпись 4G, а у второго iPad надпись 3G. Ну вот, это, собственно, все отличия, которые мне лично бросились в глаза по сравнению со старым iPad. Поэтому давайте теперь распакуем и посмотрим, что лежит внутри данной коробки. Поэтому мы возьмём нож и аккуратненько по краям обрежем этот полиэтиленовый засов, который отделяет нас от нашего прекрасного любимого iPad. Перед тем, как я покажу вам, собственно, этот iPad, мне ещё что хотелось рассказать. Вы уже скоро можете ожидать обзор полный третьего iPad. Возможно, уже завтра или чуть позже. Вот, это, в принципе, всё, что мне хотелось рассказать. Вот мы и сняли целлофан, снимаем его, ещё сильнее, 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 пять раз, выкидываем. Вот, и мы видим прекрасную нашу беленькую чистенькую упаковку iPad. Она такая тяжёленькая, приятно её держать в руках. Давайте теперь откроем. Открывается она точно так же, как и упаковка от второго iPad. То есть, мы просто берём крышку и нижняя, самая тяжёлая часть, выезжает нам в руки. И, таран! Вот здесь у нас лежит наш сам любимый iPad. Вот он. Такой вот весь, с закутанной пепелёнки. Но о нём позже. Как я уже сказал, ждите полный обзор. А сейчас посмотрим на комплектацию. Первым делом мы видим адаптер питания. Что интересно, он не такой стандартный, маленький, удобненький, как обычно, а такой большой, мощный, как, впрочем, и должен быть у такого аккумулятора, как в третьем iPad. Вот. Он разделён на две части. Очевидно, для того, чтобы было удобно его транспортировать. И, в принципе, вы можете один раз соединив их, больше их не разъединять. Если, конечно, вам не понадобится место для чего-то иного. Например, в вашей сумке. Дальше мы видим здесь такой буклетик с разными инструкциями. Здесь, в принципе, ничего интересного нет. Только такая основная информация о том, как включить. Или там, например, если у вас модель с 4G, поставить сим-карту в него. И мы, собственно, видим наш USB-проводок, который лежит во всех устройствах Apple. Вот, в принципе, всё, что мне хотелось рассказать о, собственно, распаковке iPad 3. Как повторюсь ещё раз, ждите полный обзор iPad 3 уже совсем скоро. И спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте.